МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Донецкой народных республик на Украине. И сегодня, как никогда, за последние годы остро встает вопрос о профессии Родину защищать, о профессии военного. Есть ли у нас молодежь, желающая выбрать себе такую нелегкую, но почетную долю? Вот ваш центр, центр довозовской подготовки «Призыв» занимается именно подготовкой к поступлению в военные вузы школьников Твери и Тверской области? Есть такие ребята, но, знаете, хотелось, чтобы их было больше. Все-таки вы говорите об информационной войне, информационных атаках. Я думаю, что они дотягиваются до молодежи, до родителей. И количество желающих ребят поступать на профессию Родину защищать уменьшается. Вот эти информационные атаки, которые говорят, да это непрестижно, это не модно, это не принесет нужное количество денег. Да кто ты будешь такой, служака? Ну, знаете, мне в таких случаях хочется спросить, вот ты говоришь об этом, а кем ты будешь? Я считаю, профессия офицера уважаемая. Она и по оценке молодежи, даже тех, кто не желает стать военными, престижна. И, знаете, очень важна та цель, которой мы служим. Молодежь, она ориентирована на добро, на подвиги. К сожалению, может быть, я разговариваю, что молодежь от рождения замечательна. И она такая до тех пор, пока мы ее не испортим. Вот, я думаю, надо заниматься больше воспитанием молодежи. И она отдаст нам и Родине свою любовь, свой интеллект, свои силы. Я думаю, в этом дело. Мы часто говорим о человеке, который выбрал для себя военный вуз, что это прежде всего им движет чувство патриотизма, о котором мы когда-то, помните, в 90-е годы было неприлично даже вспоминать об этом слове. Потом очухались и начали какую-то воспитательную работу, вновь говорить о любви к Родине. Вот сейчас вы сталкиваетесь с этими последствиями. И что говорит молодежь, что говорят ребята, которые хотят выбрать для себя военную службу? Почему? Вы знаете, мне повезло, что я всю жизнь все-таки нахожусь в той среде, которая предана Родине. И в настоящее время молодежь выбирает, все-таки ориентируясь на духовно-нравственное содержание военной профессии. Защита Родины, товарищества, готовность к самопожертвованию. Это те качества, которые свойственны молодежи в принципе. И мы должны развивать вот эту систему ценностей вокруг наших ребят, чтобы они шли к этому. И в этом плане, мне кажется, мы недостаточно энергичной работаем. Здесь же, наверное, усилия очень многих структур, организаций всего общества должны быть приложены. Безусловно, мы должны поместить этого юношу в систему ценностей. И вот я, к сожалению, сталкиваюсь с тем, что в отдельных школах мне говорят, ну чего вы пришли провести там профориентационную беседу? Что вы нам говорите про бомбы? Вы знаете, директора некоторых школ говорят, чего вы нам говорите про бомбы, которые у нас посыпятся? Ну, вы знаете, мы сталкиваемся с тем, что НАТО наших, пока наших близких друзей высыпает на них бомбы в лице националистов украинских. Вот надо не забывать нам опыт Югославии, когда НАТО бомбило бессостенчиво эту страну, поражая гражданские объекты. К сожалению, мы в течение последних три комиссара областных, с которыми мы, и пусть на меня не обижаются товарищи, вот мы не находили общий язык в плане решения задач профориентации, в плане поддержки тех мероприятий, которые мы проводим. Сейчас, я надеюсь, вот пришел новый комиссар, боевой офицер, полковник Янин Игорь Владимирович. Я надеюсь, все вопросы связаны с профориентацией не только в нашем городе, но мы еще в области работы. Я должен сказать, что служба занятого населения области нас поддерживает в этом. Мы очень яркие, очень интересные мероприятия. Мы не только первые в России как учреждение доп. образования. Я думаю, мы обладаем уникальным опытом проведения профориентационных мероприятий. Это не просто, да, вот так вот, как вы говорите, что военный комиссариат, ну, возраст подошел, да, человек призывается в армию. И все. Априори, да. Но человека подводить же к этому надо. Вы знаете, когда мы говорим о привлечении к профессии офицера, мы все-таки должны говорить о людях несколько военного качества. Это концентрат патриотизма, концентрат интеллекта, концентрат физической подготовленности. Это все-таки нечто большее, чем, пусть на меня не обижаются, чем ребята, которые идут на срочную службу. И, к сожалению, задачи, которые ставят военкоматом, это прежде всего привлечение обеспечения призыва. Вот. И здесь, ну, надо обратиться к верхнему руководству Министерства обороны, когда более четко, более жестко будут определять задачи для комиссариатов по выполнению разнарядки, которая направляется в комиссариаты для направления, соответствующего, в военные вузы. Вот предыдущие товарищи, которых я упоминал до полковника Янина, они просто говорят, нам это не нужно. Нам это не нужно. Я говорю, Родине это нужно. Они говорят, а нам это не нужно. Я имела честь познакомиться с выпускниками вашего центра, ребят, которые же курсанты, и выпускники центра, которые сейчас служат, курсанты в Севастополе, и нашей военной академии Нижукова. Умники и умницы, и девочки, и ребята, которые учились на пятерке, в крайнем случае, одна-две четверки в школе. Это ответ всем, кто говорит, что военные вузы, ну, туда идут неудачники по жизни. Вы знаете, тут я немножко с вами не соглашусь. К нам приходят часто ребята, мотивированные на профессию офицера, а вот у них достаточно большие проблемы с учебой. К нам приходят троечники, четверки. Нет, я сказала, с кем я познакомилась. Да. Вот, которых я знаю, те, вот прям вот, что называется, хорошо стоят леченьки в школе. И мы, хочется, в рамках наших общеобразовательных дисциплин вытягиваем на тот уровень, который позволяет им поступить. Так вот. То есть мы говорим о том, что это люди, которые составляют элиту общества сейчас, именно по своим моральным данным и то, что в голове. Я думаю, да. Я думаю, да. Офицеры несут в себе очень высокие качества. Эти качества воспитывают военные вузы в значительной степени. Это любовь к родине, еще раз повторю, готовность к самопожертвованию. То есть офицер-выпускник училища, знаете, если здесь рядом упадет граната, которая через несколько секунд взорвется, я не сомневаюсь, что большая часть этих ребят упадет на эту гранату. К этому нас учат, к этому нас ведут, готовят. Я думаю, что офицеры – это элита общества. И курсанты, это курсанты, может, даже еще больше элиты. Почему? Потому что они еще не столкнулись с какими-то тяготами бытовыми офицерской жизни, тяготами службы войск, боевого дежурства. Когда она немножко, эти тяготы, когда еще приходит, жена ворчит, немножко вот эта убежденность начинает раскачиваться. Это самые светлые ребята, вот курсанты, самые светлые ребята. У вас уже в призыве образовалась очень большая семья. 400 человек, да, выпустили? За почти 20 лет работы, да? Да. Какие родовойск представляют ребята? Вы знаете, мне кажется, все. У нас, так еще слабовато, ракетные войска стратегического назначения представлены. А так, сухопутные войска, все составляющие, военно-морской флот представлен успешно, военно-воздушные силы представлены успешно. То есть, в общем-то, ребята во всех. И знаете, несмотря на то, что вот ребята, которые поступают в дальневосточное общевойсковое командное училище, в Благовещенске, в Рязанске училище, в ВДВ, сейчас у нас умница Сережа Шекерли готовится поступать. Вот несмотря на то, что им, например, физика не нужна, они все равно ходят, изучают математику, русский, физику. Кстати, у нас содержание наших общеобразовательных дисциплин, оно тоже ориентировано на военную специфику. То есть, в рамках физики, математики у нас присутствуют какие-то задачи чисто военного профиля. А русский язык, я вам доложу, даже русский язык имеет второе название «Русский язык – духовная основа российского офицера». Замечательно. Что говорить своим сейчас воспитанникам, слушателям вас, слушателям, относительно военной операции, специальной военной операции, которую сейчас проводят вооруженные силы России? И чему это должно научить, ребят? Я говорю о том, что это выполнение долга перед нашей Родиной, это защита нашей Родины, в том числе за пределами границ нашего государства, вот что это тот долг, который они должны выполнять в будущем, к чему они должны быть готовы. То есть, мы ориентируем на такие правильные, положительные оценки вот этой операции военной. Кстати, я знаю, что у вас есть информация, это касаемо тех бомб, о которых вы сегодня упоминали, которые говорят. Что вы нам рассказываете о бомбах, которые почему-то должны падать на нашу землю? Вот какой информации вы располагаете, которую уже можете сказывать? Да, мне сегодня говорили мои товарищи, которые сказали, что об этом можно теперь сказать, что со стороны украинских вооруженных сил, в составе которых находятся эти националистические формирования, планируется мощная операция, направленная против Донецких республик, и она планировалась на 25-е, вот и мы на сутки опередили. На 25-е феврале? Да, да, на сутки опередили. Она имела цель расчленения Донецкой и Луганской республик, вот она имела цель охват их со стороны российских границ и уничтожение, насколько это было возможно. То есть вот эта операция, которую провел наш, организовал Голубковерх, вот она упредила те огромные несчастья, которые ожидали людей в этих республиках. Спасибо вам огромное за участие в сегодняшней программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был руководитель единственного в России центра до вузовской подготовки призыв, кандидат военных наук, полковник Игорь Пивницкий. Спасибо, будьте здоровы, до свидания. Все доброго.